Трагическая смерть бывшей супруги футболиста Евгения Алданина Юлии Началовой постепенно перестает будоражить массы и кажется скоро окончательно уйдет в историю. Реклама однако мир шоу-бизнеса, в котором звезды периодически обмениваются колкостями по поводу и без, все еще не затихает. Так шоумен Рустам Солнцев после похорона артистки решил вспомнить, кто из знаменитостей приехал почтить память Началовой на Троекуровское кладбище Москвы и самое главное, как это было сделано. Гнев звезды вызвала певица Жасмин, которая явилась на проводы Началовой на яркой иномарке, стоящей больше 30 миллионов рублей, и оставила ее на видном месте, после чего отправилась выражать скорб. Жасмин припарковалась недалеко от могилы на цветастой машине. Мол, лупыри несчастные, мамочка покажет вам ваше место. Такие неоднозначные выводы сделал Солнцев в комментарии Стархиту. Жасмин, детка, спасибо тебе за новые смыслы, за новое дно. В целом шоумен назвал церемонию прощания с Началовой лишь поп-версией похорон и обвинил в лицемерии всех плакальщиц, которые сутками напролет рыдали в своих инстаграмах. В таком же стиле высказалась популярный блогер Лена Мира. По ее мнению, на похоронах певицы большинство селебрити скрывали под очками не слезы, а их отсутствие. В качестве доказательства своей точки зрения Мира привела тот факт, что многие из явившихся на церемонию звезд в настоящее время не очень популярны. Она отнесла к этому списку Анастасию Сто Цекую, Катю Лели и ту же Жасмин. Лель досталась в особенности, Мира выложила ее фотографию с похорон в своем инстаграме и разобрала внешний вид. «Катенька пришла похоронить коллегу, точнее сфотографироваться там. Как вам заломленная шляпка с брошью? Аккуратно накрашенные губы, явно не на бегу повязанный платок», — вопросила Мира. Впрочем, не очень понятно, почему звезды должны были приходить на траурное мероприятие в небрежном виде. Блогер не дала объяснений на этот счет, однако отметила, что полностью согласна с мнением журналиста Александра Невзорова, который в своем осуждении массовой скорби поначаловой дошел до того, что предложил похоронить певицу в Мавзолее рядом с Владимиром Лениным. «Разумеется, это был черный юмор. Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах», — процитировала Мира Невзорова, назвав лицемерных, по ее мнению, артистов звездным отребием. По ту сторону баррикады споров о неискреннем сочувствии серебрите тоже происходят какие-то телодвижения и иногда прилетают ответы на обвинения. Так светская львица и писатель Лена Ленина, которая являлась приятельницей Началовой и даже писала в соцсетях, что готова забрать себе ее дочь, отреагировала на угрожающие сообщения людей, которые осудили ее за улыбку в эфире, посвященном смерти певицы. «Одна девушка написала мне в инстаграме, лучше бы умерла ты, чем Началова». «Знаете, почему?» «Потому что мы с Андреем Малаховым посмели улыбаться в день похорон Юли. Нам не простили улыбки, даже несмотря на нашу искреннюю скорбь в день ее смерти и истинную любовь к Юле при ее жизни. Неужели люди такие злые?» Возмутилась Ленина в своих соцсетях. В этом же посте поп-дива публично покаялась перед Началовой за последнюю обиду на нее. Как оказалось, Юлия пригласила ее на обед, но неожиданно не явилась и даже не предупредила об этом. Впоследствии стало известно, что она попала в больницу, из которой больше не вышла, однако в тот момент Ленина этого не знала и серьезно обиделась на Началову. Как заявила светская лица, именно из-за терзающего ее чувства вины она и решила посетить эфир, посвященный подруге, и таким образом закрыть гештальт. Однако нападок пока явно больше, чем оправданий. Даже певица Рита Дакота, которая, по собственному признанию, не общалась с Началовой, а была лишь подписана на нее в соцсетях, возмутилась хайпом на смерти. «Почему я услышала суперталантливый англоязычный альбом Юлии, написанный в соавторстве с гримменосным Уолтером Афанасьевым, только когда мне о нем рассказали с экрана в контексте этой трагедии?» «Почему надо умереть, чтобы СМИ показали твои работы массам?» – недоумевала Дакота. Также артистка подчеркнула, что о ней тоже начали говорить в разы больше, когда прессе стало известно о разводе с Владом Соколовским. Выходит, что скандальная информация о личной жизни исполнительницы привлекла гораздо больше внимания, что само ее творчество. Другие новости и материалы можно посмотреть на странице «Хроники», а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.